Кто готов, друзья? Если никого не будет на разборы, то мы с вами просто завершим эту встречу. Большое спасибо первому выступающему, Ирине, кто заявился. Еще раз, смотрите, я могу, конечно, вам про деньги очень много рассказывать и интенсивы вести, и там еще какие-то практики давать. Но если вы сами не разберетесь со своей внутренней ситуацией, что у вас внутри, к сожалению, я не смогу вам помочь никаким образом. Татьяна вот подключилась. Я могла бы попробовать. Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что с деньгами есть какие-то задачи у меня. Я как будто бы не знаю, куда посмотреть, что. Татьяна, давайте я задам вопрос. Татьяна, скажите, сколько хотите зарабатывать? Есть какая-то цифра в голове? Нет. Нет. Смотрите, я психолог, я консультирую. Ну, мне очень сложно с определением стоимости консультации. И, ну да, вот. То есть мне гораздо проще, допустим, консультировать бесплатно. Любые взаимодействия или взаимоотношения с деньгами вызывают у меня некое напряжение и какие-то сложности. Ну, как некий такой вот прям как непосильный такой труд решения этих вопросов. Давайте прям копнем сразу, да, посмотрим. У меня есть проект, и он тоже такой прям почти социальный, да, то есть там вообще не про деньги. И как только возникает тема денег, я прям, ну не знаю, как будто теряюсь что ли или в ступор вхожу. Вот такое что-то. И я могу сказать, что я давно, ну даже там с юности замечала такой момент, что вот я чем-то увлекаюсь, что-то делаю, работаю, но когда идёт время расплат, когда мне платят за то, что я делаю, у меня всегда вот ощущение какого-то, ну типа, а что за это ещё день? Ну вот такое, да, какой-то вот, какой-то неловкости что ли. Как будто бы это про что-то хорошее, что я делаю, а вот деньги, это как будто что-то вот, да, ну вот, да, ну вот, как-то меня смущает всегда получение денег. Ну вот так бы я описала эту ситуацию. Хорошо. Татьяна, можете закрыть буквально на одну минуту глаза и не открывать глаза, потому что мы сейчас посмотрим бессознательно и посмотрим, что там находится. Хорошо. Смотрите. Деньги. Вот деньги, самый первый образ, который всплывает, желательно из детства, то есть прям погрузитесь по коридору времени туда, вглубь себя, посмотрите, вот из детства, деньги, 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 вот первое, что всплывает, что связано с деньгами, вот самое первое воспоминание, что всплывает, вот первое, что приходит. Ситуация или просто образ? Татьяна, я просила вас не открывать глаза, вы когда открываете глаза, у вас логика подключается, когда вы закрытыми глазами, мы работаем с бессознательным, поэтому меня сейчас интересуют образы, не ситуация, пока вот образ, пока образ, мы потом дойдем, будет ситуация, всплывет, значит всплывет ситуация, пока вот еще раз, закрытыми глазами, детство, первое воспоминание про деньги. Какой-то образ может прийти? Ну, роза. Роза. Расскажите про эту розу, деньги, роза, роза. Красивая, такая прям эстетически, такое удовольствие получаешь, глядя на это, но там есть колючки, это вот. Колючки. Розовый куст, большой-большой, и это тоже красиво, ну, там плетистая роза, это шикарно выглядит, и в то же время, и даже одна роза, такая прям голландская, такая хорошая, она тоже смотрится очень здорово. Сколько вам лет, когда вы говорите вот про розу? Розовый куст, здорово смотрится? Лет 7-8. 7-8 лет. Роза. Красивая, плетистая, здорово смотрится, 7-8 лет, ну, и одновременно там колючки есть. Колючки есть. И вспомните вот эту ситуацию неловкости, вот неловкости, которая связана с деньгами, прям ситуацию, которая вот первая тоже стулает, закрытыми глазами стулась. А что за это платят? Деньги? Меня это смущает, что-то вот, как будто вот я делала что-то светлое, а тут деньги, деньги. Угу. Как будто бы, да, как будто бы это параллельные жизни, то есть вот есть моя жизнь и всё, что в ней хорошего, и всё, да, это вот одно. А деньги, это как будто бы, ну, они не из моего мира, как будто бы они где-то вот, причём, ну, как бы всё, что связано с моим миром, оно какое-то такое воздушное, красивое, такое вот, такое эстетическое, всё, а мир вот денег, он такой-какой-то вот, да. Какой-какой-то вот, давайте прям, закрытыми глазами, какой? Ну, он какой-то такой внизу, не знаю. Внизу? Он какой-то реальный, про, да, про заземление, про вот, ну, про что-то такое, да. И почему-то не хочется касаться этого, хочется быть вот как-то выше. Не хочется касаться. Не хочется касаться. А если коснётесь, то что произойдёт? Тогда буду как все. Буду как все. Да. Буду как все. А все какие? Просто люди. Просто жизнь. Просто, ну, какой-то, не знаю, как, обыденность какая-то, вот, что-то такое из каких-то. просто обыденность, просто люди, просто жизнь. А я как будто вот в параллельной жизни такой, у меня всё воздушное, такое красивое. А там всё такое реальное, вот, заземлённое. Да. И если вот я коснусь, то я буду как все, как просто люди, вот, просто жизнь, просто обыденность. Это не столь интересно, что ли, не столь, ну, как-то, ну, какой-то, вот, такое, не знаю. Не столь интересно. Как? Не столь интересно, как что? Не столь интересно, как то, куда я иду, не знаю, то, куда я, то, где я хотела бы находиться. то, куда я иду. Ну, как будто бы, вот, там, где деньги, как будто бы, там, вот, рутина, вот, какое-то всё такое, вот, ну, неяркое, какое-то всё однообразное, какое-то скучное, неинтересное. Ну, просто, просто, там, не знаю, вот, как вот, просто вставать утром рано, идти на забот, вот, что-то такое, да, и просто, там, что-то делать, какую-то неинтересную работу, что-то такое, никому не нужное, может быть, даже какое-то, или нужное, но неизвестно кому. Ну, какие-то такие тёмные краски, какое-то серое всё, да. Хочется заниматься чем-то таким очень интересным, важным, то, что вдохновляет, то, что, ну, и жить вот в этом, и как будто бы вот в этой жизни, ну, не знаю, я не нахожу место деньгам, оно на самом деле как будто бы есть, но я как будто бы не вижу его. Татьяна, а кто, оставайтесь пока закрытыми глазами, а кто вот в вашем детстве ходил там на завод, или выполнял какую-то неинтересную будничную работу, то есть такой тёмной краски, всё такое серое, вот он рано утром вставал, шёл там на эту работу, кто в вашей жизни вот попал в эту ситуацию, и с кем у вас ассоциация первая всплывает? Ну, вспоминаю, почему-то всплывает бабушка-дедушка, просто меня вот в семь лет отвезли к ним, ну, то есть я жила с мамой, с папой до семи лет, а тут они разводятся, и меня отвозят к бабушке, к дедушке, и вот там всё, то есть, ну, а там как будто бы я про деньги вообще ничего не знала, а тут как будто в семь лет, вот, ну, какой-то такая, а тут всё про деньги, про работу, и бабушка, и дедушка работали, и как будто это тяжёлый такой какой-то труд, и мне там очень не понравилось, и там всё холодное, и для меня это не бабушка-дедушка, потому что я не знала этих людей, для меня это просто какие-то чужие люди, ну, мне сказали, как они называются, но как будто у меня ничего к ним не... Чужие люди, холодные. Да. И всё, так и всё, и я там на самом деле как будто бы заморозилась. Заморозилась. Можете открывать, мы глубоко не пойдём, я там... Ну да, но я уже... Ну где-то там. да, да. Ну, то есть увидели, да, вот эту ситуацию. Я вам повторю, просто посмотрите уже, вот да, с точки зрения логики, вы интересные вещи говорили, вы говорили, что есть напряжение, сложности, как будто это непосильный труд, и у вас, ну, как будто вот вы живёте две параллельные жизни, то есть вот ваша жизнь, это такая воздушная, всё красивая, и есть вот другой мир, он внизу находится, такой реальный, заземлённый, не столь интересный, не такой, куда вы идёте, не то, где вы сейчас находитесь, и если вы коснётесь этого мира, то вы будете как все, просто как люди, и будете жить обыденной жизнью, потому что сейчас вот есть убеждение, что там, где деньги, там вот такая рутина, люди ходят на неинтересную работу, такие тяжёлые краски, всё серое, и нет вот этого интересного, важного вот в этой жизни, как будто деньгам нет места, вернее, оно может быть и есть, но вы не видите место деньгам, понимаете, да? Да, вот это прям, да, вот это для меня открытие прям, что они есть, я просто их как-то ещё не обнаружила, здорово, интересно. Да, это первое, что я слышу, и второе, смотрите, там есть ещё одна вещь, потому что, когда вы говорите, вы говорите про мир такой вверху, а деньги как будто внизу, понимаете? Да. И здесь ещё есть такая опасность небольшая, но вы сами решите для себя, я не буду говорить, что это там пристройка сверху, вы сами для себя просто решите, смотрите ещё раз, пока вы находитесь вот здесь, а люди, которые к вам приходят вот отсюда, да, а вы находитесь выше, понимаете, да? Да, да, понимаю. Ну, то есть продавать из такой позиции сложно. Да. Невозможно. Возможно, есть люди, которые продают из этой позиции очень успешно и удачно, они находятся вверху, они там, манипулируют, продают, там, у них всё хорошо. Психолог, я, вот то, что в клубе всё транслирует, вот эту позицию, да? Я окей, ты окей, мы на равных находимся с клиентом. Ну, то есть смотрите, просто загляните, копните туда, то есть понятно, что у вас там ваша личная история накладывает отпечаток, но этот отпечаток, видите, он ещё на вашу взрослую позицию, вот по поводу, по отношению к другим людям имеет место быть. Да, спасибо. Да, спасибо вам большое за то, что открыли, да, другую тему такую интересную. Спасибо. Хорошо. Кто? Ещё? Татьяна, спасибо, можно отключаться. Так.